С 1 мая решить вопрос финансирования и прошу вопрос мы поставить на голосование. Я считаю, что мы не должны разорять и решать вопросы работающей структуры. Спасибо за ваш комментарий. Но я хочу, сейчас реплика будет ваша, Степан Григорьевич. Я просто хочу объяснить логику. Реплики можно бросать, ну это же понятно, депутаты, камеры включенные, надо же обязательно сказать, безусловно. Но мы немножко продругались. Мы говорим о том, что мы должны повышать нашу эффективность. Что такое повышение эффективности? Мы хотели бы, чтобы те люди, которые работают сегодня в муниципалитете, они были эффективны. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать, чтобы их было меньше. Чтобы, как вы говорите, они в ручеек не играли за компьютером. Но для этого нужна еще и достойная заработная плата. Но, наверное, будет неправильно, что мы сейчас берем, будем брать с бюджета городского совета и увеличивать сегодня фонд оплаты труда муниципалитет. Это будет неправильно. Кардинально неправильно. С учетом того спектра проблем, которые есть в городе. Мы должны это делать. Мы должны становиться эффективнее. Безусловно. И сегодня у них заместитель есть, который называется-начальник отдела. Не важно, как он называется, важно, что он делает. И абсолютно правильно соглашусь, районы администрации важны и нужны. Они действительно наши глаза и уши. Это моя правая рука. Я всегда об этом говорил. И их прямая первая обязанность – это общение с жителями. Решение всех проблем, которые сегодня сваливаются на них. Если они не могут решить, а в их функциональном подчинении находятся общения вместе со всеми коммунальными предприятиями. То есть они в тесной связи. И когда ко мне на личный прием приходят люди, первый, кого я поднимаю – это район. И задаю вопрос. Был на месте? Видел, понимает проблему? Что сделал? Почему не решил? Почему пришел сюда? Из-за этого есть еще ряд проблем. Это второе, что в их направлении – это благоустройство. Они должны смотреть, быть глазами, опять же, шуршами, что если не сделал или сделал тот или иной руководитель, заместитель городского головы. То есть они смотрят, что делает коммунальные предприятия в районе. Или что не сделали коммунальные предприятия. Опять же, давая мне обратную связь, объективную обратную связь. Что хорошо, что плохо. Третье важное направление – это работа с нашим новым таким фундаментальным смысловым направлением, которое называется ОСНД. Общение, соответственно, с председателями ОСНД. Опять же, с решением того спектра проблем, которые сегодня на их плечи также рушатся. И я хочу сказать благодарные слова сегодня тем людям, которые разделяют сегодня ответственность власти. И, конечно же, благодарные слова нашим районам. Четвертое направление, за которое также они отвечают – это те инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в масштабах нашего города. То есть они должны быть на стройках, смотреть, видеть, что в графике, что не в графике. И объективно давать оценку качества работ, сроков работ и работу конкретной подрядной организации. И пятое направление, также в их секторе внимания – это мафы, борды, реклама и торговля. Смотреть, где появилось, оперативно реагировать и наводить в своем районе, как главе района, порядок. Для этого есть все полномочия. И не надо раздувать штат. Есть коммунальные предприятия, в рамках которого они должны взаимодействовать. И сегодня те люди, которые на местах – это высокоэффективные люди. Поэтому тем штатам, которые есть, я уверен, что они справятся с задачей. Стоит задача сегодня Степану Григорьевичу разработать совместно с Сергеем Владимировичем четкий регламент взаимодействия с Михаилом Михайловичем. Районных администраций со всеми теми направлениями, о которых я озвучил. Чтобы у них появился четкий график, что он делает в понедельник, вторник, среда, четверг и пятницу. Чтобы мэр приехал и увидел его где-то или во дворе, или на крыше, или еще где-то. И не надо сидеть на совещании. Что вы от меня хотите слышите? Я? Я не слышу главарь. Я действительно на шестерах. Я от вас ничего не хочу. Я вам хочу помочь. А это подставка. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы будете на помощь. Романтируйте. Что вы? Расскажите. Те направления, которые у нас есть, мы действительно их отработаем. Действительно у нас лежит большая. Действительно, вы извините, но у нас не всегда главные отношения, главные отношения с репортами ОДЖК, потому что у нас свое видение ситуации в районе не встали. Для этого мы и делали такой внутренний конфликт интересов. Чтобы вы как раз объективно оценивали и давали объективную информацию городскому водопаду. Вы с этим ахотом исправляетесь? Мне это нравится. Молодцы. Покажите реальные проблемы. Мы каждый понедельник разбираем эти проблемы. Что у нас получается, что не получается. Все это результат работы видно на наших улицах. Пожалуйста, решите. Прежде всего, вот эти пять направлений, я честно хочу сказать, что я на работу приезжаю даже до 6 утра. И уезжаю с работы, естественно, просто. Да, не все ладится, не все получается, но перед нами стоят такие большие задачи. Вот смотрите, например, так же, как и у моих коллег, больше 80 ларьков стоят, которые стоят без земли, не платят денег и так далее. Да, эти вопросы надо решать. Да, надо решать вопросы тех работ, которые мы не сделали в прошлом году. По кровлям, по уборке территорий, по высоте зеленых насаждений и так далее. По работам ОСНД, я считаю, что, ну, по крайней мере, заместитель, который будет начальником отдела, это тоже, в принципе, заместитель, который будет вести эту работу. Какой заместитель? Заместитель. Заместитель, прежде всего. И, естественно, он будет где-то посещать, естественно, и те совещания, на которых сейчас присутствуют. Правильно. Поэтому у нас есть решение активизировать процесс вашего личного участия, как глава администрации, в различного рода совещания. И самое главное, что я хотел бы сказать в этом зале, да, мы пришли к большому компромиссу, ну, может быть, даже где-то и с терками, с нашими коммунальными предприятиями. Почему? Потому что я, как глава райадминистрации, глава района, должен понимать прекрасно, что я должен, как Вадим Сергеевич сказал. Что я должен делать в понедельник, что я должен делать во вторник, но не я, а вместе с коммунальными предприятиями. И если у меня четкий график, то я по этому четкому графику выезжаю на те места, где работают наши коммунальные предприятия. И вместе с ними решаете вопрос. Нет, все. Спасибо. Виктор Николаевич, ты ж пенсионер. Что ты юридичный? С юридичным, пожалуйста. Так вот, чтобы было понятно, я эту пенсию заработал на комбинате за 38 лет работы. А что сегодня, не скажете, как положено? Да. Дайте микрофон, тенденция. В дополнение к тому, что сказали мои коллеги, я хочу поблагодарить Анатолию Васильевичу за проявленную заботу и вести предложение. Давайте попробуем поработать новой системой координат. Жизнь покажет. Спасибо. Спасибо.